Девушки отдыхают. 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 Но люди часто хотят быть мудрейшими, чем наш любимый Бог. Вже змея в Раю хотела быть хитрейшими и разумнейшими за Бога. И даже начали теологическую, псевдотеологическую разговоры. Может быть так, что дорогой Бог, большой Бог дает нам такие защиты? И это для нас всегда успех, что мы не отдаем весь разум и свою волю полностью Богу. Створюем свои уявления про Слово Божие. Кто-то может сказать, что я целый тиждень тяжко работал для семьи. И моё спасение не может зависеть от того, что я в неделю в рамки могу вставать и идти в церкви. И мы постоянно имеем наши спокусы и хотим быть мудрейшими за Бога. И каждый человек хочет немного хрошить над другими. И из этого тоже такие проблемы. И в этой ситуации мы можем только отдать в нашей вере правде Божией. И еще с временем французской революции появилась эта тенденция, что мы привязаны к традиции, или все мы делаем на новое. И таким образом повстали все эти идеологии фашизма, национализма, что мы сами это делаем. И есть христиане, которые тоже сейчас говорят, что мы хотим объединять христианство с марксизмом. И мы хотим сделать несколько таких объединений. И церква должна быть модернизирована. Церква должна быть реальными ответами на эти вопросы, но в соответствии с объявлением. И мы должны быть сильными, чтобы не идти за облесками большинства, а доверять правде Божией. Иногда у нас больше, иногда у нас меньше, иногда у нас меньше. Но смотрите на Бога. Спасибо. 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 Дякую. Другое вопрос. Насшого выгладача, отца Андрея Безкоровойного, отца Префекта. Папа Венедикт XVI в энциклице «Деос карита сест» он отметил, что любовь до ближнего глубоко закоренена в любовь Божьей любови. Она является обязательством каждого милянина и одновременно задачей для своей спиной церкви. Моя вопрос таки, как вы считаете, что сейчас в условиях современной войны и священники, и епископы в Украине должны самостоятельно анажироваться в разные социальные инициативы, связанные с помощью людей пострадавшей войны, или, скорее, они через свои предповедения хотят захочевать других людей, чтобы они были более активными в этих социальных инициативах. Мы имеем в виду на то, что мы думаем, что в Северной церкви православной мова идет только о литургии. И это правильно, литургия – это центр. Но мучение, деятельность и деятельность являются так же важными, как и литургия. Как написано в первом листе Святого Иоанна, как мы можем сказать, что мы любим Бога, если мы не любим своего ближнего? Но это важно, что сейчас католическая церковь, греко-католическая и латинская церковь, это одна католическая церковь, и поэтому это очень важно, чтобы латинская и греко-католическая церковь, потому что это одна католическая церковь, которая заключается для жертвы этой войны. Я не знаю, как и каритас социально организация, но это очень важно, что мы знаем, что мы вместе с другими друзьями, это директором каритаса в Айк, в Польше, в Норуне, да? Айк. Айк, да. Я не знаю, как тут структурованный каритас, но у нас есть общий друг у Элку в Польши, который от начала войны уже сотни тонн медикаментов и продуктов передал сюда великими вантажами от начала войны. Мы не можем не все заставить государство. Ладно, мы слышим, что государство, конечно, не так организован, как в России. И мы не можем не сказать, что все должно делать государство, потому что, я не знаю, как у вас, но если так действует много государства, как в Немеччине. И они пиклуются про семьи, про ранених, про детей. В первую очередь, про семьи, что очень важно. И мы добрые пасты, которые поранених овец лекуют и потом возвращают назад до отара и дбают против овец. В католическом значении священник не только для литургии, но и для диаконии, для милосердия. Всего доброго. Продолжение следует...